здравствуйте приветствую и вы находитесь на еще одном следующем видео по террарии залетаем в мир в прошлой части если вы помните мы убили нашего первого борца не из нечисти конечно но первого босса до короля связи на эту серию план какой хотелось бы конечно убить глаза ктул куда но это если получится если получится ну и до кроваволона придет будет найс по шахте вы увидите мой сражение мне в принципе в принципе я такой чтоб сейчас пойти пофармить попробовать гоблинское нашествие до край мира и предлагает ему заняться о чем не показалось показалось что громкость какая-то там слишком высокая была давайте попробуем так сделать относительно моего голоса мне кажется была громкость выше чем надо вообще можно было сейчас порыбачить для комону надо непонятно само ним прислужников все окей будем ждать от оглубленов так вы тоже это видите я отменяю своих прислужников золотой кролик это просто замечательно это просто я сейчас человек ну заснял ли я да я это заснял это просто балдеж золотой кролик я вон и гоблин кстати прямо одна запись и маляр пришел можно было кстати пару хаток построить видео да почему нет рано или поздно придется одна ткань еще нужно мне шел даже знаете что я решил как-то расширить вот этим прудиком площадку до чтобы на ней больше спауна было наземных юнитов в воде не не охотно сходят спавниться вот форму не так же самок и земля примерно мы ждем я не знаю что произошло люди походу какой-то слизи не сдох а вы знаете типа после того как убивать какой-то там или соты слизни или еще какой-то призвать забор не было сейчас не зажигай слизни никакого предупреждения резко заиграла музыка и появился бор но это Главное без телепортов чел, мне без телепорта вообще не нравится. Чистим. Я вообще сейчас удивлен, в шоке в максимальном перебываю, как это понимать, как это понимать, падает седло как бы с него сразу, я забыл кстати, что это седло было, так бы возможно еще короче было бы. Ну это цирк, конечно, да, это конечно полный цирк, я не знаю как это объяснить, ну а мы тем временем возвращаемся к фарму средней ткани, да, если для производства нужно 5, сейчас я даже это проверю и если что, да, увидите как я ее выбью. Вышла небольшая ошибочка, оказывается нужно 10 тканей, а не 5, 5 перевесины нужно, поэтому фарм я думаю подзатянется тем или иным образом. Челы, как это объяснить, я его не спавню, и слизни я только что не мог убить, да, там 100 штук или сколько там надо. Не забываем про маунта в этом случае, почему они спавнятся, кто-нибудь может мне это адекватно объяснить? Я лично ничего не понимаю, почему я стою когда на краю мира, да, в крайнем лесном биоме, почему спавнится болт? Я лично ничего не понял. Вот, ладно, первый еще, да, я мог предположить, да, что я убил скидка много скидки. Второй-то, каким боком? Если что, это я, так могу предсказание от судьбы сделать, почему именно так произошло. Я нашел целых три разных арта с королем свистней и вероятно он хочет, чтобы я использовал хотя бы два. У меня до сих пор не выпадает, а не выпадает питомец. Падает еще одно сезло, да, но питомца нет. Это прям вообще цирк. Ну, продолжаем фармить, да, если заспавнится еще один, то это будет шок-контент. Кто знает, почему, почему так могут спавниться? У меня первый мир, если что, в котором спавнится так без конца. Просто два босса подряд. Короля свистней без призывалок. Напишите, кто знает, в комменты, да, почему это происходит. Можно будет как-то забудить, или я не знаю, но золото довольно неплохое количество падает, да. Если это можно будет обузить. И напишите, если что, ваше отношение, да, к тому, что это можно обузить. Стоит ли это делать, или не стоит. Кстати, еще один гоблин. Запись. Того убить. Еще потрепанная ткань. Ну, пять штучек осталось. Еще один гоблинец прибежал. И, кстати, я вспомнил такую вещь. То, что как раз, если я планировал потом еще убить... Убить глаза ктулху, да, мне нужно на него нафармить линз. А как раз сейчас наступит ночь, и я вместе с тем, что будет спавниться... Ну, зомби это понятно, да. Гоблины разведчики, буду спавниться глазики, которых я могу чпокать. И заодно, кстати, кстати, я могу выбить черную линзу, которая мне понадобится, да, после хардмода для крафта неплохого такого постуха. Поэтому это даже один из лучших фармов. Жалко, нету водяной свечи, но... Окей, ладно, без нее как-то. Удачи сейчас все равно повыше на ночь, да, потому что... Фонарики. Как-то вот да. Ну вот сами посмотрите, нету ни одной призывалки. Ставите на паузу, ни одной призывалки нет, и нигде не могу переносить. То есть даже за кадром, да, не могу вызвать, да, ради хайпа. Ради хайпа мне это и не нужно. Я просто сейчас все форкшоки перебиваю. Давайте мы знаете, как сделаем. Сейчас сделаем вот такую лабудистику без веревок. И поставим сверху две платформы. Раз, два. И стань на эти платформы. Просто, чтобы зомби не мешали, да, и мои миньоны могли сейчас просто расправляться. Единственное, что жалко, да, ночью сбивается хаунрейт всех остальных, да, не ночных мобов, да, то есть гоблины тоже под это попадают, поэтому спавнить их в разы меньшего. Типа не запавнилась с последнего с последнего гоблина не запавнилась ни одного, поэтому что-то как-то грустненько надо ждать утра. И, возможно, сейчас пойду домой посплю и потом потом что-то перейду обратно, получается. Все равно, как таковой, фарм линз без водяной свечки, да, не имеет особого смысла. Тем более, если мне удастся выпить посох сангвиника, он будет примерно на уровне оптического посоха. в будущем, да. То есть, зачем мне сейчас вообще фармить черную линзу, ну, остается загадкой. Но если выпадет, будет ок. Она чуть-чуть, по-моему, сильнее оптический посох, чем посох сангвиника. Ну и опять же, ситуативно, да, посох сангвиника мне кажется, да, меньше ДПС имеет, да, после того, что мышки уходят на перезарядку, а глазики, там, по КД, да, ретинайзеры стреляют с лазера, и спазматизма маленькие, да, рывки делают, поэтому мне кажется, там ДПС намного выше. Ну и, кстати, у нас рыбак опять денсит в комнате в своей надо ему этот жалобу отправить, что он этот соседям мешает. Как-то так. Так, наступило утро. Берем сейчас ракушку. А, нет, не ракушку. Мы сейчас возьмем и продадим, продадим сейчас вот этот весь лут ненужный. Кстати, Золотого Кроля продам. Знамя Слизенья. Так, главное не продать. И зомби тоже продам. Ок, все влезло обратно. Сюда положим. Наверное, это в блоке стоит положить. Шесть потрепанной ткани у нас уже есть. Я думаю, если не в этой серии мы убьем гублинское нашествие, да, то следующее, я думаю, точно. Я не знаю, если не разрушить... Если не разрушить одну сферу, да, или сердце. Можно ли их заспавнить с помощью знамени? Если не ошибаюсь, то можно. Поэтому это нам не помешает. Так, еще один гублинец заспавнился. Мы его ломаем, надеемся выпадить как можно больше. А, ну, одна как бы. Походу мне с Королем Слизней, да, удачи. Удача вся исчерпалась вместе с Королем Слизней, поэтому... Сидим, ждем дальше. Так, следующий клиент. Вот видите, да, типа ночью ни одного не заспавнилось, а днем спавнится довольно много. Остается две ткани всего лишь. Ну и... Призывалка нашествия будет готова. Так, еще один пациент. Чел, дропни мне, пожалуйста, две ткани. Ну, гад. Гад. Гавню. Не дропнул. Ну, что за дела? Что ты будешь делать? И сразу же. Это дождь Слизней или что? Короче, не начался, да? Такое, может, обычно бывает. Когда прям резкий скачок спавна. Слизней, и потом начинается дождь Слизней. Ух ты, ну вот пинки я не ожидал вообще тут увидеть. Окей, ни одного гоблина не заспавнилась с того момента. Ну, три голды дробнуть приятно. Вернее, залутать, да? Правильно будет сказать. Залутать три голды. Ни одного гоблина, и мне кажется, уже не появится, да? Сейчас только первый спавн в домбе. Это все. Вот я подсюда мой. Ну, и ждать следующее утро. Я эту серию планирую не как-то прям вот так, что на вода потратить? Король Слизней, конечно, да. Может, поспорить со мной, но... А пофармить на события было бы неплохо. Возможно, построю резервуар. Или сделаю тут комнату для фарма... Кровавой луны, да, в будущем. Надо глянуть. Чё? Ещё одна пинки? Ну, это прям цирк. Как это объясняется? Два короля Слизней подряд без призывалки и две пинки подряд. У которых шанс... Ну, шанс их спавна довольно мелкий. Так, музыка поменялась. Это означает, что мы фелепортируемся, чтобы поспать. Так, окей. Конечно, поспал я почти до утра, но я сейчас хочу собрать немножко звёзд. Подальше до бруда, как говорится. Скоро же наступит. Ну, я, конечно, без понятия, как так произошло. Мне не хватает чёртова одного... Одной ткани. Одной. Даже не двух, а одной. Один гоблин, да? Так, ещё поспим. Буквально полсекундочки, да, чтобы телепортировать луну за горизонт. Так, вот, всё. Так, сейчас деньги выложить. И фелепортируемся. Окей. Я думаю, знаете, что можно сделать? Я думаю, можно тут даже домик какой-то замутить небольшой. Какой-то небольшой домик. Я не хочу прям делать какой-то прям пентхаус. Такие небольшие коробочки, знаете, с какими-то оформлениями другими. Так, песок на место вернём. Проверим запись. Запись идёт. Всё отлично. Использую я немножко пальмовой древесины. Ну, и там как пойдёт. Как пойдёт. Маленькая ступенечка, большая ступенечка, вход. Вот такой вот домик. Это будет та же коробка, да, только чуть-чуть она будет стилизована, как бы. Я думаю, такого размера вполне хватит. Сколько тут блоков? 3, 6, 9. 3, 6, 8, 9. Так, раз. А, не хватает одной. Так, а одной древесины не хватило. Окей, сейчас засадим ещё даже. Желуди и жёлуди у нас есть. 4 жёлуди. Так, вот так и сюда. Окей. Так, делаем так. А, я... Я глупый ретард. Так, один верстак, два стула. Так, двери делаем, я думаю, из пальмовой древесины, да? Почему нет две штуки, да? Боковые. Кот у меня недоволен. Чем недоволен, не знаю. Кормлю его хорошо. Не только я кормлю. А недовольство, видите? Ну, вот так вот. Как бы классика. Коты вечно недовольные. Ребята. Вот-вот я о чём. Забахаем сейчас. В комнатку сюда я посажу гольфиста и рыбака. Рыбака можно прямо сейчас переселить сюда. Так, не хватило. Чуть-чуть не хватило. Сейчас застроим домик и отправимся. Отправимся на фарм дальше. Так, повесим факелов. Сюда у нас пересаживается рыбак. Ну и отправляемся. О, торговец сразу пришёл сюда, кстати. Его надо тоже глянуть. Сейчас глянем торговца по Бырику. Ну, тут, кстати, тайскую еду я прикуплю. Пойдёт. Так, ну и фармим дальше. Так, последний-последний гоблин. Мне нужно один. Я не буду создавать. Миллиард призывал от. И выбивай там ещё. После хардмода. А, здесь эти две ткани. Гад. Так, ну всё. Я на этом фарм свой заканчиваю. И передвигаемся домой. Сейчас мы вбагрим этому челику. Вот этого зелья положим. Сюда. Локи. Сюда. Так, берём одну. Опять деревесину тропическую возьму. И с крафчу. Верстаки он делается. Или он в кастом функе. Тут. Знамя битвы. И я призову это в следующем видео. В следующем. Я не буду сейчас этого делать. Ну, а сейчас, наверное, буду закругляться. Такое получилось не сильно интересное видео, да. Но, увы, такое требуется в террарии, да. Скучный фарм, но два короля слизня, да, просто так призванных. Не могу, да, не исправить ситуацию никаким образом. А, я, кстати, не потратил на себя. Подарю силу. Обидно. Окей. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Зовите друзей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok